ОДН теперь будем оплачивать по-другому. Эта обязанность ложится на плечи управляющих компаний, у которых на это по факту просто нет денег. Поэтому местные власти опасаются возможного банкротства управляющих организаций. Вот эти нововведения не ударят по карману население, а, скажем так, ударят по бюджету управляющих организаций. Будет работать в том числе повышающий коэффициент, который с 1 января 2017 года составляет 1,5. Это имеется в виду на те жилые помещения, где не установлены приборы учета. И опять-таки надо подчеркнуть, что где-то есть техническая возможность, они будут применяться. Там, где технической возможности нет, и это все соответствующими актами зафиксировано, там применяться повышающий коэффициент не будет. Вот тот остаток, 100 киловатт, скажем так, он должен будет выставляться управляющей организацией. Почему? А потому что, когда будут произведены соответствующие расчеты по формуле, когда вот все будут учтены и показания приборов учета, и применены повышающие коэффициенты, останется там, допустим, некая сумма. Значит, вот она как раз будет начисляться управляющими организациями. При этом строчка ОДН в квитанциях ресурсоснабжающих организаций останется, пока по этой строчке не будут погашены все долги. Также появился норматив на ОДН, который рассчитан для каждого дома отдельно. ОДН также рассчитывается силами нашими, то есть также и съем показаний происходит, также происходит весь расчет, и уже конечный результат, если мы до, скажем, до 2017 года производили самостоятельно и вставляли напрямую жителям в наших квитанциях в отдельной строчке ОДН, естественно, принимали плату. Теперь данное начисление переходит к управляющим компаниям. Это же изменение ограничило предельную сумму выставления собственником в виде нормативов на холодное водоснабжение, потребляемое в части использования на общее имущество. Теперь управляющие компании будут следить, чтобы не было перерасхода потребленных ресурсов и выявлять неплательщиков. Если ты доброборядочно оплачиваешь потребленную услугу, непосредственно самопотребленную услугу, и что если кто-то при зарегистрированном одном человеке, допустим, в квартире, фактически проживает 10 человек, вот есть норматив у нас там 300 кубических, да, 300 литров в сутки на человека, допустим, на одного, если их проживает там 10 человек, соответственно, как бы они будут норматив там 9 кубов там с копейками показывать в месяц, им будет начисление, а фактически они, допустим, вылили 90 кубов, опять-таки, к примеру. Поэтому как бы управляющая компания должна подсуетиться на этот предмет, что вот эти вместо 9 кубов 90, что вот этот 81 куб не будет распределяться в виде ОДН на всех тех, кто платит. Вот я заплатил по индивидуальному прибору учета, и есть норматив на ОДН, все, заплатил эти 15 рублей этого ОДН, и больше не плачу никакие там 100 рублей за тех, кто фактически своровал эту воду. Вот об этом речь. В отношении тех потребителей, которые не хотят оплачивать счета, будет применяться повышающий коэффициент. Таким образом будут побуждать блоковцев устанавливать приборы учета, ведь по предварительным подсчетам, если имеются и общий домовой прибор учета, и счетчики в квартирах, то и неучтенных ресурсов, которые потребляются в неоприборенных квартирах, будет меньше, а значит снизится и сумма за ОДН. Вот только смогут ли управляющие организации разъяснить жильцам, что установка счетчиков – это необходимость, сейчас неизвестно. Известно другое. Установленные нормативы по всем видам услуг – тепло, электроэнергия, горячее и холодное водоснабжение – будут действовать полгода, до 1 июля, и впоследствии могут быть пересмотрены, не исключено, что в сторону увеличения.